Доброго начала дня, дорогая республика! Желает тебе программа «Утро Хакассии» и мы, ее ведущие, Ольга Баргаякова. Иван Тинников. Начнем эту среду только с самого полезного и интересного. Подсчитаем цены на бензин. А братья наши меньшие подскажут альтернативный способ передвижения, попробовав научить нас летать. А если вы боитесь высоты, не беда. Мы подарим вам отличный отдых на земле в живописнейшей долине Бабик. Что ж, поехали! Друзья, у нас приятная новость. Сегодня уже среда, середина рабочей недели. На календаре 16 мая. И если в вашем коллективе есть те, кто явно грешит под халимством перед начальством, смело поздравляйте их с профессиональным праздником под Лис. А народный календарь подсказывает. Сегодня день Марфы Рассадницы. Считалось, что именно 16 мая, как нельзя кстати, подходит для посева всевозможных овощей и высаживания капустной рассады. Вот тем временем в Штатах издревле в этот день забрасывали все дела, отмечая национальный день барбекю. Ну какой хороший праздник. Но у нас такое с особым противопожарным режимом не проведешь. Да, остается только пожелать им приятного аппетита. Зато мы смело можем отпраздновать день кваса. Причем отмечать его можно хоть каждый день, ведь уже начался сезон этого всенародно любимого напитка. Кому-то нравится квас из бочи, кто-то предпочитает готовить его дома самостоятельно. Одним словом, равнодушных нет. На первый взгляд квас такой легкий и незамысловатый напиток. Но так ли он прост, как кажется? Прямо сейчас узнаем 5 неопровержимых фактов. Слово квас имеет старорусское происхождение и означает кислый напиток. Нигде, кроме Руси, не получил он такого распространения и не пользовался такой популярностью. Первые письменные упоминания о квасе относятся к периоду крещения Руси. В летописи говорится, что князь Владимир велел раздать народу пищу, мед и квас. К 11 веку этот напиток варили уже повсеместно. Квас лучше всех других напитков способен утолить жажду. Он содержит множество органических кислот, они способны задерживать влагу в организме. Так что в жару можете смело пить квас. Он способен активировать и наш пищеварительный процесс. Тем самым служит отличным помощником во время застолья. Вот почему с мясными блюдами так полезно употреблять квас. К началу 15 века существовало свыше полутысячи разновидностей кваса. Сладкий и кислый, мятный и с изюмом, густой. И квас щи, тушистый и суточный, белый и окрошечный, с хреном, ароматный и пшенный, с перцем и грушевый. Именно квас из отварных груш когда-то лидировал среди прохладительных напитков. Рецепт приготовления этого кваса был трудоемок и ждать результата приходилось более двух месяцев. Крепость кваса, который готовили наши предки, не была столь уж безобидной. Содержание алкоголя могло достигать 15 градусов. Те, кто чрезмерно увлекался дегустацией напитка, называли «квасниками». Глагол «квасить» успешно дожил и до наших дней. При этом семантика его абсолютно не изменилась. Однако в народной медицине квас пили от лихорадки, водянки и других болезней. Его даже прописывали пациентам в лазаретах. Русский напиток заслужил признание не только на родине. В 1975 году на международном конкурсе, проходившем в Югославии, отменные вкусовые качества московского кваса оценили члены жюри и многочисленные гости. Добротный и щекочущий русский напиток набрал 18 баллов, в то время как «Кока-Кола» не смогла заработать и 10 очков. Продолжаем утренний эфир с пожеланиями вам легкого пробуждения. Вот для одной нашей телезрительницы это утро стало вдвойне приятным. Напомню, накануне мы разыгрывали пригласительный билет на двоих на юбилейный концерт этно-рок-группы Иренек Хан. Все, что от вас требовалось, отправить нам СМС. Победным мы обозначили автора четвертого сообщения. И им оказалась Лариса Выходцева из вершины Тёи. Лариса, еще раз примите наши поздравления. Остальным участникам хочется сказать, не расстраивайтесь. Если сегодня победа досталась не вам, в нашем эфире будет еще уйма розыгрышей. А вот кому в ближайшей перспективе обязательно повезет, так это жителям Черногорска. Там на одно заброшенное здание станет меньше. Речь идет о здании старого рынка напротив автовокзала. Причем его не снесут, а подарят новую жизнь. Правда, пока не определились, какую. То ли переоборудовать его под спортзал, то ли под сельхозрынок. Чтобы сделать правильный выбор, глава Хакаси в своем инстаграм запустил народное голосование. Ох, как же там сейчас жарко. В обсуждение подключились даже те, кто вовсе не проживает в Черногорске, но от души ратует за всеобщее благо. Мнений действительно много. Самые яркие из них нам представит Ольга Барловская. Старый колхозный рынок, или как его назвали базар, появился в 30-х годах прошлого века. Повидало многое. Это часть истории Черногорска. Затем себя изжил, вот осталось это заброшенное, но по-прежнему добротное здание с большой территорией. Около 10 лет строение не используется и своим видом уж точно не украшает центр города. Шесть лет назад у Республиканской федерации дзюдо появилась идея сделать здесь центр восточных единоборств. Подготовили проект. Здание перевели на баланс Минспорта Хакаси. А в последнее время возникло еще одно предложение – открыть республиканский сельхозрынок. Подобные торговые точки востребованы населением и помогают сдерживать рост цен в регионе. Тем более глава Хакасии дал поручение построить в Черногорске собственный сельхозрынок. Недавно Виктор Зимин лично осмотрел здание. Ремонтировать объект нужно, а вот что удобнее в нем разместить, право выбирать предоставлено самим черногорцам. Не знаю, может сельхозрынок. Чтобы люди ходили как-то, как в Абакане, чтобы было. Сельхозрынок с доступными ценами лучше всего. Спортзал, наверное, там есть. Качалки эти всякие. Тут дома были слежащие. Подъезд хороший, все. Стоянка. Спортзал. А почему? Потому что, чтобы занимались, были здоровы. Ну, мне кажется, что нужно больше развивать молодежные способности. Мне кажется, что нужен спортзал. Потому что в маленьком городе мало возможностей, где спортсмены могут реализовать себя. Взгляд у меня старый. Значит, сельхозрынок. Спросите у молодежи, будет спортивный зал. Все. Для участия в опросе черногорцам предлагается отметить один из вариантов в комментариях на странице Виктора Зимина в Инстаграм. И у сельхозрынка, и у спортзала уже множество сторонников. По выходным ездим на рынок в Абакан за местными продуктами. Рынок в этом здании раньше был, но в то время была эта часть города не застроена. Сейчас население в основном на машинах, да и шаговая доступность. Автовокзал рядом. А главное – большая площадь для парковок. Хоть не являюсь жителем Черногорска, но однозначно бы посоветовал вам создать спортивный зал для развития и популяризации спорта нашей республики. Для привлечения детей, обеспечения их внеурочной занятости и поддержания спортивных начинаний, что очевидно скажется на их социализации и выборе правильного жизненного пути. Нужен и рынок и спортзал. Голосование продолжается. Результаты опроса обещают опубликовать на официальном портале правительства республики, на личной странице главы Хакасии в Инстаграм, а также в средствах массовой информации. Будем надеяться, что черногорцы сделают правильный выбор в этом сложном вопросе. Тем более, что судьба заброшенного здания сейчас зависит только от них самих. А вот то, что ни от кого из нас по-настоящему не зависит, так это цены на бензин. На сегодняшний день стоимость ГСМ в Хакасии неприлично высока, считают автовладельцы. На некоторых заправках ценники на самый ходовой бензин марки АИ-92 перевалил уже за 39 рублей. Наш коллега Кирилл Ермаков решил изучить ценовую политику местных автозаправок. Итак, давайте узнаем, почем нынче бензин для народа. По данным статистики, Хакасия занимает одно из ведущих мест по количеству автомобилей на душу населения. Ну а если быть совсем точным, то второе место в Сибирском федеральном округе. Статистика посчитала, что каждый третий житель Хакасии имеет автомобиль. Ну а если прикинуть, что в семье как минимум два человека, как максимум их несколько, получается, что в каждой семье есть автомобиль. Ну и конечно же, для семейного бюджета тема затрат на бензин очень актуальна. А бензин, знаете, что сделал снова? Знаете, что? А? Ну-ка, какой вариант? Конечно, подорожал. НО! НО! У лидера российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира, именно так сама компания о себе говорит, стоимость топлива самая низкая, что видится вполне логичным. 38 рублей 30 копеек за литр 92-го и ровно на 2 рубля больше 40-30 за литр 95-го. А вот 98-й бензин здесь почему-то и вовсе отсутствует. Ладно, и так сойдет. Теперь мы находимся на автозаправочном комплексе компании «ХТК». И, как вы можете обратить внимание, бензин здесь чуточку дороже. Но оно и понятно, компания-то не государственная. Зато здесь имеется 98-й бензин, которого нет на Роснефти. Поэтому владельцы современных, мощных, быстрых автомобилей могут их здесь заправлять тем топливом, которым положено. На кассе хакасской топливной компании за литр 92-го придется выложить 38-80. За 95-й – 40-80. А напоследок, так сказать, на сладенькое, мы приберегли еще одну крупную газонефтедобывающую компанию. «Газпромнефть». Они даже именуют себя как «национальное достояние». Всегда рады предложить нам с вами наши же недра с самой большой наценкой. Ну уж, коли повлиять на стоимость бензина мы с вами, простые люди, никак не можем, то хотя бы экономить это в наших силах. Есть несколько вариантов. Один из них – это пользоваться различными дисконтными картами, которые предлагают сети заправочных комплексов. И еще один вариант – это платить за бензин безналично, то есть с дебетовой карты. Хоть какой-то небольшой кэшбэк, он, кстати, разный в разных банках, но вернется нам. Это, как правило, около 3%. Ну, денежка небольшая, но хоть какая-то. Интересными цифрами сегодня поделился и заповедник Хакасский. Орнитологи сообщают о существенном снижении мигрирующих птиц, а именно малых тундровых лебедей. Если в 90-х на озере Улук-Хьёль насчитывалось более 3000 особей, то в этом году насчитали всего около 600. Специалисты по-настоящему бьют тревогу, ведь именно Улук-Хьёль считается наиболее продолжительной и многочисленной остановкой этого вида птиц. Единственным спасением ситуации орнитологи видят сохранение естественной среды обитания пернатых. Но что поделаешь, жизнь стремится вперёд, всё меняется зачастую в лучшую сторону. И факты из нашего выпуска новостей тому подтверждение. На Международном экономическом форуме, который пройдёт с 24 по 26 мая в Петербурге, будет подписано соглашение между Минкумсвязи России, правительством Хакасии и Ростелекомом. В частности, речь идёт о реализации двух федеральных проектов. Это подключение к интернету медицинских организаций и проведение оптоволоктан в деревне с населением от 250 до 500 человек. В Хакасии Ростелеком планируют обеспечить высокоскоростной доступ к интернету, 70 медицинских учреждений и 38 населённых пунктов. В Хакасии на 80% вырос объём ипотечного кредитования. Жители Хакасии только за период с января по март этого года взяли полтора миллиарда рублей ипотечных кредитов. Рекордный рост связан с падением стоимости жилья и процентной ставки по ипотеке. Сейчас она составляет в среднем 9,6%, сообщили в Центробанке. Бейское озеро выпустили 2 миллиона личинок пельчиры. Это гибрид пеляди и чира, превосходящий родителей по выживаемости и темпам роста. Мальков осенью отловят и перевезут в озеро Сосновое, где через год получат товарную рыбу. Размер взрослой особи в среднем 20-30 сантиметров. Вес может достигать килограмма. С 18 по 25 мая в Хакасии будет работать телефонная горячая линия Роспотребнадзора. Родители смогут внести свои предложения, которые будут учтены при организации питания в школах и детских садах в новом учебном году. Также можно сообщить о нарушениях в школьных и детсадовских столовых. Будильник уже давно прозвенел, и мы очень надеемся, что вы отключили его с первого раза, и сейчас не в попыхах собираетесь на работу или учебу. В любом случае, следующая информация будет полезна всем без исключения. Сейчас поговорим о погоде. Сегодня, 16 мая, по Хакасии в среднем 7-11 градусов выше нуля. Преимущественно без осадков, переменная облачность. Ночью средние температуры будут колебаться от плюс 1 до плюс 8 градусов. Но это если в общем, давайте вот конкретней по территории. В Черногорске и Устебакане днем воздух прогреется до плюс 11. В Сорске всего 5 градусов тепла. В Саиногорске, Бее и Белом Яре днем на термометрах 10-12 градусов со знаком плюс. В ночные часы 5 выше нуля. В Аскизе к обеду воздух прогреется до 11 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. В Баграде и Шира в дневное время плюс 7-8. Ветер умеренный. В Абазе днем столбик термометра покажет 12 градусов тепла. В Таштепе и Копьево 8-9 выше нуля. Преимущественно без осадков. В Абакане сегодня переменная облачность. Легкий юго-западный ветер и преимущественно без осадков. Хотя синоптики все же не исключают небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов. Ночью 5 градусов выше нуля. Ну, не нарушая привычный ход вещей, от прогноза синоптиков переходим к прогнозу астрологическому. Овны будут сами не рады, что дали близкому другу обещание. Гороскоп советует тельцам быть экономными и рациональными в покупках. Близнецы могут отчаянно влюбиться в человека, которому давно симпатизировали. Чрезмерная настойчивость со стороны избранника выведет раков из душевного равновесия. Былые труды и усилия львов в работе будут оплачены по заслугам. Гороскоп советует девам быть осмотрительнее с теми людьми, которые провоцируют их на неправомерные действия. Весам захочется резко поменять обстановку и уехать, куда глаза глядят. Гороскоп рекомендует скорпионам большую часть времени проводить на свежем воздухе. В приоритете у стрельцов должны быть финансовые вопросы. В личной жизни козерогам не стоит принимать выжидательную позицию. Водолеям не следует распылять энергию на всякие пустяки. Мечты мечтами, а кушать хочется всегда. Это нужно усвоить рыбам с утра и шагать на работу. Доброе утро, если вы к нам только что присоединились. И приятного чаепития, если вы уже держите в руках чашку с любимым напитком. Не удивлюсь, если у большинства налит именно зеленый чай, ведь по популярности он давно оставил позади бодрящий кофе. И это неудивительно, потому что в его составе более полутысячи компонентов, включая кальций, фтор, магний, фосфор. Особая его польза в кофеине, катехинах и минералах. О чаймании и о том, как правильно заваривать зеленый чай, мы сегодня поговорим с экспертом. У нас сегодня в студии настоящий гуру чайный. Человек, который помешан на чае и знает о нем абсолютно, пожалуй, все. Игорь Чевашов, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Игорь. Я скажу сразу, я не то что гуру, я все равно еще учусь. Вы пришли к нам со своим оборудованием, вы сейчас нададите мастер-класс. Здесь я сегодня принес три вида внешне похожих на зеленый чай, но зеленый чай, тот действительно, который зеленый чай, он будет только один, а остальные будут другие. Зеленый чай, он собирается весной. Это первые нежные листочки и почки. По этой причине зеленый чай ни в коем случае нельзя заваривать кипятком. То есть воду вскипятили и охладили градусов 70-80. Это температура, ну, если в стеклянную наливаете, она подостывает, вы ставите на руку, она такая, обжигает, но вы держите, держите. Вот это для заваривания зеленого чая. Все остальные внешне похожи на зеленый чай, потому что собираются летом. Более зрелый лист заваривается только кипятком, иначе по-другому не раскрыть. Сегодня я заварю, первый будет, это у нас действительно, который зеленый чай, называется зеленые жемчужины. Это зеленый чай, провинция Фуцзянь, юго-восток Китая. Следующий будет тоже похож на зеленый чай уже, но это будет улунский чай, тигуанинь, тоже провинция Фуцзянь, да, из Анси. И третий чай будет у нас из провинции Юннань, он внешне похож на зеленый чай, более крупный лист, и это уже, так называемое, сырье для производства пуэров, мао-ча, чай-сырец для производства пуэров, он тоже внешне будет зеленый. Но у всех этих трех чаев будет абсолютно разный вкус и абсолютно разное воздействие. Игорь, ну на часах уже утро, давайте приступать, хочется взбодриться от зеленого напитка. Да, я пока буду насыпать, вы можете задавать вопросы, я буду отвечать на них. А, ну вот я сейчас сразу скажу, что такой способ заваривания, он похож на... Многие скажут, о, да я так же завариваю, насыплю себе листья там в кружку. Я профессионал! Да, и это правда, потому что действительно он профессионал тоже, каждый человек так может. Главное, если он внимательно относится к чаю, то есть внимательно просто... Опять же, вот смотрите, вот вы в одну колбу насыпали в руку, пересыпали. Да, там лист крупный, поэтому этим мне неудобно так было. А чем принципиально отличаются эти чаи? Принципиально? Помимо дат, помимо трошки. С степенью ферментации чайного, именно листа. То есть, если скажем, зеленый чай это самый наименее ферментированный чай, он собирается, как я уже сказал, весной, и он максимально близок к самому чайному дереву. То есть степень ферментации это такой процесс, который запускается внутри чайного листа с момента отрыва его от куста. Следующий этап – это вот у нас просто заливание кипятком. У меня уже сейчас кипяточек готов. Сколько времени должен настояться? А, мы увидим. Увидим, потому что... Эфирного времени нахватит? Да, да, да. Игорь, скажите, а правда, что зеленый чай полезен для худеющих? Чай всегда был как лекарство от ста болезней. Вот, и поэтому кому-то, конечно, может быть и помочь. Но я бы сказал так, что на самом деле есть чай другой, который действительно улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Это пуэрские, чайшу пуэры конкретно. Они действительно способствуют людям, и даже не так, не похудению, а нормализации. Обмена веществ. И веса. Много сейчас сортов представлено в наших магазинах, да, чайных? Прям целая куча просто. Как среди них выбрать? Как правильно выбрать? И стоит ли, наверное, отбросить какие-то магазинные варианты? Пакетированные. Пакетированные и так далее. А, пакетированные. Ну, я думаю, что коснемся мы этого. Но, смотрите, отбрасывать не надо. В любом случае это чай. То есть проверить. Очень просто. Да, ныряете носом, выдыхаете на него, вдыхаете, выдыхаете, вдыхаете. Несколько раз подышали, как бы согрели своим дыханием. И тогда поймете аромат просто зеленого чая. Тебе тоже другой зеленый чай. Мягкий очень такой. Так, хорошо. Смотри. А теперь следующий номер нашей программы. Открываем. Это уже чай, который улунский тягонень. То есть он собирается уже летом. Внешне он тоже похож на зеленый чай. Да, они одинаковые, думаю. Внимательно. Вот этот ярче он. Так. Он внешне ярче, видишь, более зеленый. Да, и аромат у него. Ну, мне кажется, что вот этот, ну, как-то бы цветочным каким-то ароматом. Ну, может быть. Ну, смотри, ассоциация, на самом деле, у всех свои. Что там у нас с чаем? У нас, кстати, чай готов. Да, чай готов. Сейчас мы его финальную размешаем обязательно. А вот я слышала, что нужно... А как ты узнала, что чай готов, кстати говоря? Ну, листы раскрылись. Правильно, вот зеленый чай горчит только в двух случаях. Первый случай – это либо неправильно заваренный чай. Это первый случай. А как надо? Да, просто. Бери, как ты возьмешься, и все, держи. Спасибо. А во втором случае он горчит, когда сырье не очень качественное. То есть некачественное сырье – это всегда будет горький, терпкий зеленый чай. А когда все правильно... Ну... Вы правы, Игорь, абсолютно мягкий напиток, приятный. Заварку можно есть у зеленого чая. А, то есть не только можно попить, но еще и покушать. Да, да. И затронный напиток. Богат растительным белком. А, кстати, забыл сказать, как правильно пить. Да, да, да. Вот, вы же слышите, как я делаю? Вот, смотрите, на что это похоже. Старый добрый диас. Да, правильно. То есть вот и все. И так пьют, на самом деле, все китайцы. Во-первых, так безопасно. Не обожидешься, да? Угу. А во-вторых, когда вы так на языке еще его прокатываете туда-сюда, то есть все вкусовые рецепторы задействуете. Друзья, простите за неэфирные звуки у нас. У этого больше травянистые. Да. Так? И теперь третий чай. Вот цвет настоя, видишь? Уже третий. Хотя все светлые, да? А цвет настоя еще один оттенок получается. Пробуем. Большое спасибо, Игорь, за то, что пришли к нам в студию. Напоили нас прекрасным напитком, этим замечательным зеленым чаем. Обычно мы гостей угощаем. Мы угощаем, да. Тут гости нас угощают. Вы зовите, я буду вас удовольствием угощать. Легко. Легко и просто. Друзья, ну теперь мы знаем о зеленом чае гораздо больше. Спасибо вам большое, Игорь, за то, что пришли. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, не только чашечка зеленого чая способна улучшить настроение, но и милые выходки домашних питомцев. Причем не все из них способны развеселить, скажем, походка на задних лапах. Вот как, например, заставить паука это сделать? Да, ты права, действительно, очень проблематично. Но ведь не ради этого обладатели змей, улиток и других диковинных зверушек выбирают их. Это дело, наверное, вкуса. Наталья Чудина разыскала в Абакане семью, в которой неплохо живется очаровательной белки-летяги. И готова рассказать, на что стоит обратить внимание, если вы вдруг решили завести этого экзотического зверька. Это маленькое чудо очаровывает с первого взгляда миниатюрные размеры, огромные глаза и невероятная прыгучесть. А мне летать. А мне летать. А мне летать, охота. Еще лет семь назад о сахарных поссумах. Они же сахарные белочки, они же австралийские летяги или сумчатые летяги. Можно было узнать лишь из интернета. Сегодня эти животные поселились и в наших домах. Приятный, приятный такой, пушистый. Купить, конечно, в любом зоомагазине не получится. Но если задаться целью, приобрести его будет несложно. Главное понимать, миниатюрные летяги – ночные животные. Соответственно, поиграть с ними днем не выйдет. Они будут крепко спать в своем домике. А вот ночью, наоборот, спать не дадут вам. Поэтому ставить клетку с ними в комнате для отдыха – не лучшее решение. Они начинают скрижетать ночью, прыгать. Они выполняют акробатические номера. То есть они с ветки на ветку перелазят, прыгают, летают. Кого-то это, конечно, смущает. В принципе, мы к этому привыкли. Мы в соседней комнате спим, нам нормально. Кстати, пушистые глазастики, пусть и дальние, но родственники кенгурум и своих детенышей самка также вынашивает в сумки. Когда они появляются на свет, поединком за какой-то период, самка начинает подготавливать свою сумочку, и что-то типа тропинки, она вылизывает, получается, от родильных путей до сумки полоску. И когда появляются вот эти вот малыши, они по размеру примерно с рисовое зернышко. И надо в этот момент очень аккуратно, чтобы не было никаких резких звуков, чтобы она не испугалась, потому что если не доползет до сумки, все, его спасти вообще невозможно будет. В герое нашего сюжета сахарные посумы Сеня и Кокосенко не так давно стали родителями. Первое время самка практически не выходила из подвесного домика, и увидеть малышей было практически невозможно. Но сейчас они подросли и могут вместе с мамой или отцом выходить из клетки. Правда, для матери это все еще стрессовая ситуация. Вот, допустим, если она в каком-то находится вот в состоянии тревоги, он тоже такой звук интересный вот издает, как бы успокаивает ее, что-то типа как вот стрекотание напоминает. Ну, с оками стрекотание вот такое вот. И она сразу так хоп, если она вот кричит, она сразу чик-так замолчит, все сядет, понимает, что рядом мужчина. Невероятная прыгучесть отличает сумчатых летяг от других домашних питомцев. Между передними и задними лапами натянута перепонка, которая помогает парить и делать прыжки длиной в несколько метров. Поэтому даже из просторной клетки стоит их выпускать для прыжков по дому. Содержать таких питомцев в финансовом плане, в общем-то, не затратно. Едят даже взрослые особи совсем немного. Главное, чтобы была большая клетка, где они будут совершать свои ночные пируэты. Однако они требуют тщательного ухода. Клетку придется часто мыть, так как самцы метят свою территорию, как, впрочем, и свою дому сердца. Вот у него лысенька наверху. Это здесь у него ферамона находится. Вот он самочку привлекает. То есть, когда долго нету самочки, у него долгое время жил один, то есть он практически облысел. С появлением кокосинки она начала зарастать потихонечку. Именно поэтому животных лучше держать парами. Между собой они будут общаться, а значит, и испытывать меньше стресса. Если вас не пугают трудности, можете смело заводить пушистых сумчатых летунов. И они подарят вам около 15 незабываемых лет общения. Если вы внимательно смотрели сюжет Натальи Чудиной, то без труда станете обладателем сертификата на двоих, по которому сможете провести ближайший уикенд на базе отдыха жарки в живописнейшей долине Бабик. Для этого вам необходимо отправить нам правильный ответ на вопрос, который звучит так. Как зовут глаза стопрыгучих героев сюжета о сахарных посумах, которые же проживают в абаканской семье Ушаковых? Свои варианты присылайте по СМС на наш короткий номер 4647. Вначале нужно слитно написать «Утро РТС» и через пробел текст. Мы также есть в мессенджерах, Ватсап и Вайбер. Мобильный номер телефона сейчас внизу экрана. Победит автор первого правильного сообщения. Желаем удачи. Утро Хакасии в разгаре и его не остановить. Как не остановить и бесконечный поток смешных видеороликов в сети. Вот сейчас набирает популярность довольно милая драка двух сурков. Инцидент на проезжей части сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как грызуны стоят вплотную друг к другу и толкаются. По словам очевидцев, один из самцов ухаживал за самкой. Однако у него появился соперник. А, ну теперь все понятно и вполне себе логично. Любой настоящий самец поступил бы точно так же. Ох уж эта весна с ее гормонами. Но если б не она, эти милые зверушки не позабавили бы нас. Предстоящий день будет настолько хорош, насколько вы сами его запрограммируете. Так что думаем только о прекрасном. Не забываем строить планы и хотя бы мысленно прорисовывать мечты. И да, не забудьте внести в график завтрашнего дня, начать его с утра Хакасии. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok